Перепись позволяет получить информацию о численности населения, его составе, условиях жизни, образовании и занятости, а также оценить изменения, произошедшие в обществе с момента предыдущей переписи. Она была в 2010 году. За 10 лет данные устарели. Так, например, численность постоянного населения Краснодарского края по итогам прошлой переписи составляла 5 миллионов 226 тысяч человек. В этом году, по данным Ростата, кубанцев стало на 400 тысяч человек больше. И каждого нужно посчитать. Поэтому сейчас, за год до начала этой работы, мы проводим много подготовительных мероприятий. Первое, что мы делаем, это уточнение адресного хозяйства, куда пойдут потом переписчики. Более 10 тысяч человек будет задействован только по Краснодарскому краю. Всероссийская перепись населения 2020 года, 12-я в истории России, пройдет с 1 по 31 октября. Считать осенью будут и сочинцев. На 1 января в нашем городе проживали 524 тысячи человек. Сбору свежих данных регистраторы приступили летом. Так, мы уже начали изучать наши садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Многие районы города, вы знаете, мы после Олимпиады значительно расширились. Появились новые улицы, новые микрорайоны, значительный прирост населения произошел. Поэтому, конечно, для нас это важно. Мы эту работу уже потихонечку, скажем так, в городе начинаем готовиться. Обход участков, сверку домов и строений, перечисленных в маршрутных листах, с фактически имеющимися специалисты ведут во всех регионах. Все изменения заносят на специальные карты, которые в итоге будут собраны на цифровой карте страны. В августе пройдет обучение специалистов. Росстат наймет 315 тысяч переписчиков, а также 45 тысяч полевых контролеров. К работе подключатся и волонтеры. Волонтеры, наряду с привлекаемыми специалистами, должны сыграть такую очень важную ключевую роль в проведении переписи. Мы уже видим определенное направление, где они могут сыграть, я бы даже сказал, решающую роль. И вот нам здесь, на этой площадке, сегодня, завтра надо обсудить все эти вопросы. Вопросов для обсуждения немало, как правовых, так и организационных. Впервые переписчики Росстата будут использовать для сбора информации планшеты со специальным программным обеспечением. Жители России также смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на едином портале государственных услуг. Процедура заполнения анкеты на переписных участках тоже останется. Пройти перепись можно будет в том числе и в МФЦ. Для этого Росстат подготовит 15 миллионов бланков. Проведение переписи необходимо для корректной работы органов исполнительной власти и местного самоуправления. Собранная информация учитывается при составлении бюджета, планировании рынка труда, а также в сферах здравоохранения, образования и социального обеспечения.